Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на моё новенькое видео по игре City Car Driving. Друзья, сегодня у нас обзор на бесплатную модель, скажу сразу. Это Теслочка, друзья. В общем-то, прям вот, не знаю, сидел, выбирал, думаю, чего бы такого выбрать на обзор прикольного, интересного. И самое главное, необычное. И вот мне на глаза попалась эта машинка. Ссылочку на неё я оставлю в описании. Будет она в воркшопе. Ну и там, плюс ко всему, можно даже скачать экстры. Скриншотами, как обычно по классике, я вам буквально там 3-4 штучки сейчас покажу. То есть там можно поменять цвет салона, по-моему, можно поменять диски, номер спереди убрать. То есть, ну, в принципе, такой небольшой набор экстр, который не превращает эту машину вот просто реально в какую-то колхозную тачку. Итак, друзья, ну что ж, давайте мы посмотрим, что эта машина вообще из себя представляет, как она выглядит по классике. Будем на неё смотреть. Так, ну давайте для начала мы, наверное, врубим ночь и поглядим вообще, как она у нас ночью смотрится. То есть ничего лишнего у нас тут не появляется. Ну и раз у нас уже началась ночь, давайте мы тут и посмотрим, как у нас заодно габаритики светят. Ближний, соответственно, свет фар и дальний. Вот он у нас тоже где-то там вшит. Где-то как-то он у нас загорается. Это хорошо. Стопачки что-то как-то я не вижу, загораются они или нет. Вроде жму на тормоз, но ничего не происходит. Окей, ну может быть, когда просто поедем, тогда, соответственно, у нас всё это заработает. По салону, друзья. Вот так пролистываю камеру. Вот такой у нас салон, то есть имеется просто у нас зеркало заднего вида, крыши нет, потому что это панорама, но странно, да? То есть если... А, ну да, она прозрачная, я думал, она у нас затонирована там, да ё-моё. Так, давайте по салону. Вот так это всё дело запускается. То есть такой огромный реально здесь планшет, на котором всё отображено. Вот, то есть прям вот вообще красота. Вот камера, пожалуйста, там заднего вида, передача там Drive, N, там R, короче, вот это вся история. По освещению ближний, соответственно, у нас идёт там светогабариты, ближний, дальний. То есть всё это работает, всё это подключается здорово и классно. Так, давайте нам теперь снова нужно будет вернуть день. И нужно нам будет поставить дождик, вот она, Rain, командочка наша замечательная. Смотрите, капельки везде, по всей панораме они у нас прямо дут, это здорово. Так, дворнички. Вот здесь уже всё работает как бы адекватно более-менее, ну и, соответственно, максимальный режим, который только возможен с внешки. Дворники у нас, к сожалению, здесь не анимированы, и более того, их, по-моему, вообще нету. Или есть они, я их просто не вижу. Но, по-моему, их нету. То есть вот самой модели просто нет, либо они спрятаны куда-то туда, прямо вниз, просто я их реально не могу заметить. Так, ищем, ищем, ищем. Клир, отлично. Всё, теперь мы с вами чистенькие, красавчики. Всё у нас хорошо. И давайте проверим, как эта машинка вообще работает в такси. Запускаем Рубер. И что? Можно, наверное, думаю, в принципе, отправляться. Запускаем ручничок. Так. Нажимаем Enter. Ну, поехали. Оу. А что у нас тут звук-то от Жигулей? Что за прикол такой? Почему Тесла со звуком от Жигулей? У нее что, где-то там движок, что ли, припрятан? Жигулевский. На сдачу дали, да? Ну, тулит она неплохо, я хочу сказать. То есть, прямо-таки она нормально идет. В нейтралочку ее скидываем. Останавливаемся. Прямо она так плавненько. Ну вот, всё, драйв у нас это, получается, пошел. Поворотничек у нас идет. Левый поворотничек. Сегодня мы такой культурный водитель на Тесле, но это же все-таки Тесла. Нормально она разгоняется, в принципе, я хочу сказать. Неплохо. Блин, кольцо-то такое непонятное. И по привычке уже смотришь вот на ту навигацию, которая там. А там вообще непонятно, куда ехать. Она туда же не перенесена. Еще вот никто из мододелов, наверное, не смог или не догадался пока, как это сделать. Как вот навигацию, которая вот обычная у нас на буковку О в игре. Как ее перетащить туда. Так, ну газ в павас. Так, ясненько. Ну разгоняется неплохо. Я думаю, 200, она совершенно спокойно пойдет. Давайте мы сдадим назад. К нашему замечательному пассажиру. Блядь, смерть. Ё-моё, блядь. Ясненько все. Так. Это не я, это Тесла. Я нормальный человек. Это все Тесла. Говорят вот, что автопилот убивает. Вот. Назад он заглючил у меня на задней передаче. И вот это случилось. Сбили пешехода. Надо побыстрее отсюда уезжать. Как-то ничего, он на дороге стоит вроде. Звук такой мерзкий. Все. Жигулевский движок отрубился. Дальше он не вывозит просто. Жига никогда 170 не поедет. Он такой звук мерзкий. Это просто ужас какой-то, ребята. Аж в ушах звенеть начинает от него. Вот он до 170 где-то вот жужжит, верещит, как не знаю кто. Ужас. Хотя вроде в воркшопе недавно обновленная версия вот от октября. Ужас. Я думал, проще, по-моему, как по мне, чтобы вообще вот этих звуков не было. Нежели чем вот такие жигулевские верещания, которые ну просто портят все впечатление от тачки. Так, ну пассажир у нас уселся. Здесь у нас текстурка сидения. Мы как бы типа в сидении сидим. Поэтому некоторые такие текстурки как бы нам мешают при торможении, там при трогании и т.д. и т.п. Так, ну что, разворачиваемся. Газ в палас. Фу, блин, аж вот просто не хочется ехать. Я хочу навалить на самом деле. 170 проехать. Ну давай здесь навалим. Думаю, места не хватит у нас, конечно. Ай, больно, больно. О, тишина настала. Сколько она возьмет-то вообще? 200 идем. Ну все, здесь надо уже оттормаживаться. Ну, жопу-то кидает. С 200, когда в пол оттормаживаешься, жопу заносит. Ну такая же веселая тачка, то есть она вот прям. Ныряет-то она нормально. Оп-оп, дрифт, дрифт, дрифт. О-о-о, она еще и дрифтит. Нормально. Ну вот у нас полосу. Раз прыгнул. Раз обратно прыгнул. То есть она хорошо себя чувствует, я вам хочу сказать. Управление очень классно настроено в нее. То есть вот чувствуется все, что только можно. Ну все, у нее максималка 200. То есть она просто в 200 упирается. И ровным счетом больше она никуда не едет. Вот такая история у нас, друзья, сегодня произошла с Теслой. Очень, на самом деле, интересная и веселая тачка. Я вам хочу сказать, не ожидал то, что я вот буду на нее так реагировать. Но действительно, машинка интересная. Стоит ее обязательно скачать. Тем более, что она бесплатная. Ссылочка находится в описании. Там плюс ко всему экстры всякие присутствуют. Ну, это просто красота, я считаю. В общем, ребят, пишите в комментариях, как вам моделька. И пишите в комментах, на что бы вы в дальнейшем хотели увидеть обзор. Прям модельку пишите. Я уже в воркшопе ее постараюсь обнаружить и записать для вас интересный ролик. Все, друзья, на этом все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Также не забывайте ставить лайк. Ну и все, друзья, пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok